Какой процент успешных кейсов в вашей практике по категориям политика, национальность, религия? Какой процент? Окей, если честно, мы не ведем вот такую конкретную статистику. Посмотрите, в последнее время практически не было собеседований, но имеется вопрос, как бы состоит в чем? Успех с первого раза или успех вообще? Смотрите, успех вообще, то есть все, кого мы взяли, все проходят в итоге. Но с первого раза, последние, допустим, 5 лет, где-то минимум 70% проходят. Это зависит от того, все-таки мы смотрим на статистику для конкретной ситуации конкретного человека. Есть вещи, которые максимально увеличивают ваш шанс успеха. Если вы приехали, вы подали в первый год приезда, вы уже соответствуете этому правилу, уже нет риска в том, что вам откажут только потому, что вы приехали и подали позже, чем через год. Если вы приехали первый раз в Штаты, а не восьмой раз, то у вас гораздо выше шанс с первого раза получить статус. Если у вас есть минимум 1-2 какие-нибудь бумажки, которые подтверждают то, что вы говорите, у вас увеличивается шанс. Если вы нигде не запутались и вам поверили в то, что вы говорите, то есть есть люди, которые выглядят так, что они говорят правду. А есть люди, которые говорят правду, но им не верят. Правильно? Бывает такое. Поэтому есть хорошие актеры, которых все получается и просто им по жизни везет. И у нас были клиенты, которые без единой бумажки, с 5-6 поездками в Штаты получались с первого раза, без единого доказательства и даже делая ошибки во время собеседования. А бывают такие, у которых куча бумаг и они подали вовремя, но вот им не верят. То есть человек должен как бы выглядеть, ну как жертва, то есть он должен выглядеть так, что его жалко и ему хочется дать статус. Потому что статус беженца, многие думают, что это для тех, у кого проблема с финансами или для тех, у которых именно по финансовой части проблема. Потому что беженцам, у беженцев есть очень много потенциальных бенефитов. То есть можно получать финансовую помощь, медицинскую бесплатную помощь, помощь там в субсидированном жилье, как бы целый ряд бенефитов для беженцев. Поэтому у многих людей мисконцепция того, что беженцы это те, кто как-то не успевают финансово и просят денег у государства. А на самом деле беженцы это те, кто не хотят или боятся жить в своей стране, потому что им угрожает опасность. Поэтому есть очень много высокостоящих людей, даже элиты, которые приезжают сюда и у них очень, ну у них есть финансовые средства. Но они просто, этот путь, он просто самый простой и быстрый для них для получения статуса и как бы который требует минимальное количество усилий и финансов. Например, человек может открыть бизнес, нанять людей и имеет на это средства, но не хочет этим заниматься, да, а хочет идти путем как бы меньшего сопротивления. И есть основания и подтверждения того, что их преследовали. Они могут пытать на статус беженца.